Хорошее время, но были ли страфные? Дым по крыше, кривущий двигатель и борьба за каждый поворот. На стадионе «Красная звезда» – авто многоборье. Участники из разных регионов страны от 12 до 17 лет. Для юных гонщиков закрытые трассы. На обычные их не пустят. Нет прав. Такие соревнования учат дисциплине на дороге и развивают технику вождения. Изучая правила дорожного движения, изучая сам автомобиль, и умея управлять им, они становятся подготовленными участниками дорожного движения. И при этом они соблюдают культуру поведения на дорогах. Молодые люди сразились за первенство в двух категориях – классика и нестандарт. В первом этапе знакомые всем водителям фигуры – бокс, параллельная парковка, змейка, габаритный коридор, крест и круг. На втором – заезды на скорость и необычные трюки. Мы в Омске каждую весну проводим такие соревнования. Очень приятно, что огромное количество спортсменов приехали. Площадка у нас подготовлена идеально здесь на «Красной звезде». Автомобили нашими партнерами представлены. В Омск приехали спортсмены из Челябинской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также из Ямала-Ненецкого и Ханты-Мантийского автономных округов. Все они соперники. Однако любовь к скорости и драйву объединяет команды. Никита Шалыгин за рулем авто с восьми лет. Заняться автоспортом предложил отец. Увлечение переросло в дело жизни. Никита – многоградный победитель подобных соревнований. Говорит в своих силах, уверен и в этот раз. Соревнования мы выезжали, готовили. Как только растаял снег, долгие упорные тренировки, выставляли трассу. Где-то теоретические занятия были, где-то практические. В общем, хорошо подготовили соревнования. Мы надеемся, что займем приличные места. А мячу удалось обойти соперников. Никита Шалыгин занял первое место среди юниоров и получил кубок победителя. На втором – спортсмены Свердловской области, на третьем – из Новосибирска.